Приветствую друзья! Единственная гибридная комбинация в относительно высоком сегменте наушников, которую мы с вами пока еще не рассмотрели, это связка из реально большого динамика, планарного излучателя и нескольких балансных арматур. Но именно такой опыт нам собственно и предлагают новенькие 7 Гц Aurora, которые мы конечно же сравним с T-Audio Hype 4, Tenzu Nezze и IO Audio Valare. Как всегда отличные наушники, но со своими тонкостями и нюансами. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходит модель в средней по габаритам коробке, с изображением самих героев обзора, просто фото и в разборе, и перечнем их технических характеристик. Откуда мы узнаем, что внутри находится довольно крупный 12-мм динамик, небольшой планарный излучатель и две балансных арматуры с общим импедансом всего этого равным 30 Ом и чувствительностью в 105 дБ. В комплект нам положили инструкцию, неплохой плотный бокс и два набора силиконовых амбушюр, в том числе и мои любимые КБ07. Кабель выглядит прямо как канат. Он толстый, плотный, в миру гибкий и приятный на ощупь. По сопротивлению это около 16 сотых Ома, что, как я считаю, вполне достойно. Менять такой кабель точно не нужно, тем более, что на выбор нам предоставляют сразу и классический 3,5-мм джек и балансный пентакон 4,4 мм. Сами чашечки сделаны из полупрозрачной гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно виден тот самый 12-мм динамик, две балансных арматуры и 6-мм планар. Отверстия для компенсации нам вынесли в водильный массив на верхней части корпуса. Снаружи же здесь обычная металлическая вставка с разводами, как у нефтесодержащих продуктов. Смотрится это нормально, но ничего прямо изысканного в том я, конечно, не вижу. Посадка удобная, хотя и чувствуется, что корпуса здесь чуть больше и шире стандартных. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас высокой амплитуды импульс, все еще допустимые, хотя и не идеальные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие всего 0,2%, что просто чудесно укладывается в норму. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с пологим таким переходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости с акцентами на 1,8, 3,7, 6 и 7,8 кГц, а также два не менее внушительных пика на 10 и 19 кГц, чтобы, так сказать, дать планару дышать, а нам оценить его высокочастотные возможности. В сравнении это не особо похоже на Хармона или кривую диффузного поля, а следовательно далеко от Яндин Кэнон 2, Тэнк Зу Неза и даже Мундроп Старфилд 2. То есть самобытная такая кривая, в общих чертах напоминающая сразу все популярные настройки, но ни одно из них не следующее в точности. Звучат же Аурора очень схожи с моими любимыми Тэнк Зу Неза. У них одинаково чуть выдвигается вперед вокал, естественная такая кристально чистая атмосфера вообще без какого-либо окраса, приятная слуху массивность, мелодика и прямо зачаровывающее вовлечение в материал. Конечно, Неза в этом плане еще выразительнее и слаще, однако у героев обзора есть полноценные низкие частоты аж на 12-мм динамике, то есть с глубиной, жирком и тактильными ощущениями от вибрации. Те аудио Hype 4 на их фоне слишком уж аналоговые по характеру и не такие протяженные по верха. В данном смысле я бы даже сказал, что Hype 4 значительно проще и дешевле звучат. Ну а если взять за эталон Ио Аудио Валлары, которые сейчас у меня в качестве основных наушников, то те никак не деформируют сцену, чуть менее массивные, примерно такие же прозрачные, не столь чувствительные, с более мягким и комфортным басом, и с практически равнозначной передачей, высокочастотной составляющей. Конечно, электростатическая природа в Незе и у Алары чувствуется, верха у них чуть живее и объемнее, но и планар с этой задачей справляется не менее круто. Да, он сушен и как-то ровнее, зато по разрешению они практически ноздря в ноздрю, и звучит это гораздо интереснее обычных чисто арматурных высоких частот на примере тех же Hype 2 или Hype 4. Если кто не в курсе, то качественные высокие частоты как раз и отличают дорогие наушники от обычных, поэтому им и такое внимание. По басам, жирка и глубины, очевидно, больше у Алары, зато в Аврора он ударный и очень упругий. Для акустически сложной, быстрой или, например, техничной музыки это, пожалуй, наиболее предпочтительный выбор. Хотя мягкость и у Аудио Валары мне лично импонирует. Середина же у всех этих наушников построена исключительно на арматурных излучателях. И хотя в нюансах между ними немало отличий, в общем картина строится примерно одинаковая. Все чисто, четко, текстурно, с великолепной разборчивостью, разделением и вовлечением в материал. Относительно своего характера, герой обзора занимают, наверное, промежуточное положение между медово-бойкими Неза, слегка до них не дотягивая по эффектности, и по-серьезному строгими у Алары, которые куда спокойнее взвешеннее и натуральнее в акустическом смысле. По сочленению драйверов, однородности, гармоничности музыкального полотна и динамической составляющей у всех описанных мною наушников все просто отлично. Это чтобы не отвлекаться на базовые элементы. Ну и естественно, все решения за условные 150 долларов прямо очевидно проще и в целом примитивнее. Сравнение с данным сегментом я приводить не буду, так как понятно, что и стоят они совсем других денег. В своей же среде, еще раз повторю, да, они немного отличаются подачей, однако сама аудиальная картина, прорисовка вторичных планов, да и вообще пространство сцены в глубину на одинаково высоком уровне. Какого-то особого источника героям обзора, наверное, не требуется, но все равно позаботьтесь о том, чтобы мощности было с небольшим запасом. По стилистике модель, конечно же, абсолютно универсальна. Слушал в них много оркестровой и джазовой музыки, различную электронику, рок и даже чутку металла. Все, как ожидалось, подробно, чисто и вдохновляюще, эффектно. По подаче, тоже напомню, они ближе к нейтральности, но без уклона в сухое пресное повествование, а так сказать, с небольшим огоньком и задором. Хотя, конечно, не без необходимой для данного сегмента строгости, гармоничности и высокого разрешения. Недостатков, как таковых, я у модели не обнаружил, кроме, конечно, размеров корпуса, а не чуть больше стандарта, и повторяемости планарных излучателей, которое, к сожалению, оставляет желать лучшего. Все нормально, но, как говорится, не совсем идеально. Зато настройка тут прекрасная, искажений минимум, а комплект вообще сказка. Особо выделю быстрый техничный бас, четкую насыщенную серединку и протяженные довольно подробные верха. Меня в том все устраивает. Итогом, наушники Aurora от компании 7 Герц, выполнены из тактильно приятной медицинской смолы, неплохо смотрятся, имеют свою собственную уникальную настройку АЧХ, прекрасный кабель и амбушюры, ну а самое главное, гармоничное, очень подробное и предельно реалистичное звучание. С реально качественными протяженными верхами, с собранностью, томбральным объемом и остальными атрибутами, свойственными наушникам из столь высокой ценовой категории. Что сказать, добротные наушники можно смело брать. А на этом у меня все. Это были наушники 7 Герц Aurora. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok